Так, также сегодня я хочу пересадить свой Soga Lawrence. Он уже отцвел. Очень долго цвела орхидея, очень долго. Вот такие уже у нее цветоносики. Немножко смотрю, что она начала терять тургор. Это после моего отъезда приключилась. И хочу залезть в ее корни, посмотреть, что у нее под основанием. Потому что там может быть торфяной стаканчик, я так подозреваю. Вот, и поэтому сегодня я ее пересажу. Да, я была права. Есть торфяной стаканчик, корни пересушены. Да, что еще хочу показать. Я у этой орхидеи убирала чешуйки. Вот, у орхидеи есть чешуйка, которую я просто убирала ногтем. И две почки у меня. На этих двух почках растут, я потом ближе покажу, растут почечки. Значит, есть торфяной стаканчик, от которого нужно аккуратно избавиться. Это не стаканчик, это губка. Я знала, что может находиться тут губка. Поэтому я орхидеи поливала очень-очень аккуратно. И можно сказать, да, я ее немножко пересушивала. Поливала по краю горшка. Либо в поддон. Вот. И тут у нас все абсолютно хорошее. Только вот два корешка испортилось. Я сейчас их удалю. Они совсем маленькие. Все остальное чистое, без гнили. Очень хорошо. Так, я вижу пару засохших корешков сверху. Сейчас их очищу. Ну, вот такие вот у нас корни остались. Всего лишь пару корешков плохих. Это сухие корни. Абсолютно не гнилые. Шейка хорошая. Немножко потеряла турго. Вот этот листик можно удалить маленький, детский. Так, кора тут хорошая. Поэтому я ее буду использовать еще один раз. Тут очень хорошая кора. Похоже на архиату. И немножко добавлю свежей коры своей. Добавлю угля. И добавлю своего мха из лесу. И посажу в тот же стаканчик. Потому что он очень-очень подходит. Не надо ей больше. Вот. Показываю. Отличная кора. Она еще на ощупь. Еще прослужит. Это архиат, это точно. Сейчас подмешаю немножко своей коры. Угля. И своего мха. Живого из леса. Ну вот. Приготовила компоненты. Будем загружаться. Сейчас можно посмотреть, как моя кора отличается от моей коры. Темнее. Немножко решила добавить такое слое волокна. Совсем чуть-чуть. Наверх пойдет мух. Вот так у меня получилось. Как всегда, выключилась камера. Потому что не хватает места на карточке. В общем, много информации на карточке хранится. Я не успеваю эту информацию монтировать и делать видео. Значит. Вот такая вот посадка. Сейчас я ее опрыскаю и обязательно полью. Полью этот субстрат полностью. Промочу. Потому что корни очень сухие. Хотят пить. Поэтому я буду поливать сразу после пересадки. Наконец-то она у меня отойдет. И наконец-то я буду уже уверенно ее поливать. Потому что я ее пересадила. Мне не смущают вот эти вот пустые места, которые остаются при посадке. Потом орхидея с удовольствием заполняет такие места корешками. То есть она любит в этом пространстве. Собирается из парина. Есть куда разгуляться. Вот. Так что вот такая вот пересадка. Прекрасный солнечный день. Сегодня 1 февраля. Вот как выглядит лимончик. Если честно, я уже даже вижу поры на нем. Как на лимончике. Не знаю, или будет светение. Но я вижу уже полноценную зависть. Вот. И вынимаю орхидеи кусога Лоуренс. Поближе. Будем ее рассматривать. Что ты пресешь? Мика! 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 Мика, у тебя что, зубы режутся? Мика! Знаешь, ты бантик грызла? Лаванду посадила с осени. Это мне дали новый сорт. Пахнет. Тут, кстати, еще есть семена. После пересадки согла Лоуренс прошло уже несколько месяцев. Пересаживала я ее осенью. Сейчас 1 февраля. И посмотрите, какая у нас красота с этих почек, которые я очищала от чешуек. Просто, ногтем, без применения каких-либо паст. Так что, вот такое вот чудо. И интересно, что это будет. Вот так она у меня посажена. И стоит на подончике с керамзитом. Туда стекает водичка. Керамзит постоянно влажный. Вот такая вот посадка. По тургорам все отлично, все нормально. Повторюсь, без применения пасты. Буду наблюдать за ними дальше. Очень-очень интересно, что будет дальше с них. Если у кого-то будут какие-то предположения, пишите. Ну, тут как похоже на цветонос. Сейчас я гляну камеру под углом. Субтитры сделал DimaTorzok И, кстати, у королевской орхидеи я тоже освобождала почки. Как вы видите, вот они. Очень все просто и не нужно применения никакой цветы кининовой пасты. У меня даже ее в доме нет. Я все никак не могу ее не заказать, не купить. Так что, вот такие вот дела. Почки я выбираю верхние, напухшие. Очень-очень хорошие, там где они ярко выраженные. И очень аккуратненько ногтем, потому что очень легко повредить саму почку. Нам надо избавиться от самой чешуйки, не повредив почечку. Это нужно делать очень-очень аккуратно. Эту чешуйку надо аккуратненько освободить, не задев почечку. В общем, сноровка, аккуратность и вот такой вот результат. Я так понимаю, что это могут быть просто ответвления цветоносы. Ну, посмотрим. Больно уж они зелененькие. Тут такие вот как листик, что ли. В общем, время покажет. У кого такое было, пишите. Любовь, морковь и солнышко. А ваши котики уже чувствуют весну, мяукают или нет? У нашего кота круглогодичная весна. У него столько энергии, что он готов круглый год на свои кошачьи приключения. Продолжение следует... Продолжение следует...